Никитский ботанический сад подписал соглашение о сотрудничестве с Международным детским центром Артек. Теперь артековцы, принявшие участие в открытии 9-го ежегодного весеннего парада тюльпанов, смогут внести свой посильный вклад в работу знаменитого на весь мир сада. На праздник цветов приехал и вице-спикер Крымского парламента Андрей Казенко. Дикий тюльпан, который произрастает в Восточном Крыму, стал родоначальником всех тюльпанов, которые сегодня в большом количестве выращивают в Голландии и Турции. В 1250 году по приказу султана Сулеймана из окрестностей древней Кафы, нынешней Феодосии, в Турцию вывезли 300 тысяч луковиц этого цветка. И только после этого он обосновался в Стамбуле и потом, лет через сто, начал появляться в Европе. Поэтому тюльпан – это наш крымский родной цветок и мы очень рады, что это так. Теперь вывезти свой собственный сорт тюльпанов смогут и артековцы. Детский центр подписал с Никитским ботаническим садом договор о сотрудничестве. Желаю вам счастья, успехов, дорогие друзья. Ну, теперь, я думаю, с учетом того, что вы подписали это соглашение, теперь знаете, где проводить, в том числе и субботники. Поэтому сегодня Никитский ботанический сад для вас однозначно открыт. С этим я вас и поздравляю. С праздником, друзья! На параде тюльпанов Андрею Казенко повязали галстук почетного артековца. После этого грех было не побывать в самом лагере. В канун Дня космонавтики сюда же приехал и герой Советского Союза, летчик-космонавт Владимир Титов. Вместе с артековцами он возложил цветы к бюсту первого звездопроходца Юрия Гагарина. Сегодня Владимир Гагаринович сказал, спросили там, вы хотели стать космонавтом? Он говорит, нет, космонавтом не хотел стать, хотел стать летчиком. Ну, так получилось, стал космонавтом. Вот очень важно, что когда молодые ребята уже в раннем возрасте понимают, чего хотят от жизни, обязательно этого достигают и получают большего. А вопросов к человеку, за плечами у которого 4 космических старта, у артековцев накопилось множество. По-прежнему многих интересует, видел ли кто-нибудь из космонавтов Бога. Не видел, признается Владимир Титов, да и воспитан был атеистом-материалистом. Но к религии, в частности к религии во всех ее видах, начиная с православной, мусульманской, буддистской и так далее, я отношусь с уважением. Человек верит, это ему помогает жить, это ему помогает поддерживать свои силы. И никогда не буду говорить что-то кощувственное в адрес тех людей, которые верят. А еще надо верить в собственные силы и помощь друзей, уверен директор санатория Грузовский Игорь Алфериев. В начале 90-х он был депутатом первого созыва Верховного Совета Республики Крым. И готов протянуть руку помощи депутатам первого созыва парламента Крыма Российского. Первый созыв. Того Крыма и первый созыв. Понимаете, надо каждому нам сделать встречу. Давайте соберемся. Ну, конечно. Нам есть что обсудить. Мы же, когда начинали это делать, как депутаты того созыва, мы же тоже видели путь развития республики. Понимаете? У нас тоже было свое мнение. Богатый опыт коллег поможет в развитии жемчужины Крыма, уверен Андрей Казенко. Ялта – это уникальный регион во всей России. Другого такого, к счастью, нет. К счастью, для нас. Поэтому именно сегодня нам очень важно сделать из Ялты, ну, такую очень хорошую конфетку. Не обвертку, а именно конфетку, которой бы мы с вами действительно по праву гордились. А тем, кто делал, делает и будет делать из Ялтинского региона конфетку, вице-спикер вручил благодарственные письма Крымского парламента. Алексей Щербак, Александр Чукалов. Время новостей. Большая Ялта.